доброе утро дорогие друзья сегодня у нас 3 августа 2015 года понедельник поздравляю с началом новой трудовой недели с вами игорь суздальцев ведущий видео портала трейдеров ютрейд тв как обычно август начиная с катастроф поэтому все рухнуло естественно во всех системах сейчас мы поправляем кое-что поправим через час-два вот но самое главное начали работать теперь поговорим о других катастрофах которые произошли в самом начале августа или уже в его скажем так его под таскать период его приближения коллеги меня хорошо слышно гость вы видимо тот гость который пытался тестировать демонстрацию рабочего стола вы видимо первый раз постарайтесь настроить свою систему погромче сделать динамики либо обновите джаву далее коллеги двигаемся и так как мы закрылись на прошлой неделе по индекс ммвб мы закрылись хорошо плюс 1,97 процента по индексу ммвб 3669 очень хорошо но такая новость есть одна хорошая это классно индекс ртс минус 1 процент 858 рубль упал к доллару на 1 рубль 93 копейки составляет в моменте по споту 61 68 и к евро упали мы на 2 рубля 43 копейки повторю евро мы упали на 2 рубля 43 копейки 67 71 в моменте навка к открытию будьте бдительны и потому что уже все это так сказать возвращается в очень такие привычные диапазоны конца прошлого года вот ну а мы сейчас поговорим о других новостях которые могут повлиять на сегодняшний день из-за экономического календаря я вижу индекс деловой активности производственном секторе германии в 10 55 индекс деловой активности производственном секторе великобритании в 11 30 индекс деловой активности производственном секторе сша в 17 00 15 30 ничего на мой взгляд такого существенного не произойдет но в общем то и все на сегодня до одного дня более чем достаточно двигаемся дальше понятно что сегодня нефть будет все новости будут связаны с нефтью объясню почему выведу на экран давайте наверно начнем с другого просто скажу что нефть упала на доллар 50 то есть на 2 и 8 процента в пятницу остановились мы на отметке по айсу 51 85 сейчас с утра не продолжает снижаться 51 69 моменте на еще на 12 центов снизилась и это вызывает тревогу вот почему вывожу давайте поговорим по фундаментальному анализу пару слов видно на экране хорошо и давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения американской логики у меня создается впечатление что продажа нефтяных фьючерсов вновь стала торговой идеей американцы явно ведут цену нефтяных фьючерсов и мы говорим о бренде 20 долларов за баррель и это связано света россии при голосовании по трибуналу по боингу в силу следующей логики по их мнению есть три основных параллели в ситуации со сбитыми боингами 1 сентября 1983 года и 17 июля 2014 три основных параллели мне удалось выявить я посмотрел внимательно на выходных и официальную прессу и cnn и блоги простых американцев финансовые блоги и место стало совершенно очевидным что три параллели у них в головах первых первое советским союзом россии на момент падения обоих гражданских боингов руководили выходцы из кгб ссср то есть организации известной в мире своей жесткостью и решительностью во вторых причастность ссср к рф к обоим сбитым боингом отрицал один и тот же человек виталий иван ччуркин в 1983 году он был вторым сегетарем посольства ссср с сша а теперь он постоянный представитель рф приован американцы не тогда ему не поверили не сейчас для меня вообще было шоком что оказывается 1 сентября 83 года именно чуркин вышел к американцам и сказал что мы не сбивали бой тот южнокорейский вот и там вообще была история и он несколько лет тогда говорил пока не вышел летчик осипович который завалил боинг сказал что это я и что я как докладывал что это гражданский самолет мы сказали все равно сбила это уже было много лет так вот и ну его поймали на лжи и с тех пор ему никто не верит и надо же вот зачем-то именно ему дали так сказать все права и полномочия оспаривать и второй бой но неужели библию никто не читает единожды солгавший то тебе поверить зачем ну зачем неужели нельзя было найти ни чуркина потому что по блогам американским их бесит конечно все американцы нас не слышат они такое впечатление что как вызов это восприняли и подчуркин нам сорвал один раз и опять выступает и опять мы не верим и у вас нет не нашлось никакого иванова петрова чтобы сказать то же самое но другой человек никогда бы об этом не подумал честно вам говорю чисто эмоция уже пошла надо было найти ни чуркина чтобы он соврал врать эта профессия дипломат но неужели было нельзя на кого-то найти другого причем мы же не знаем соврет он или нет просто это был бы человек который еще не врал и которому могли поверить мне кажется чуркин и главная ошибка вас этой истории ну и наконец третьих американцы считают что если реакции сша на первой сбитым боем была политика снижения и удержания нефтяных цен на низком уровне вплоть до распада ссср и она завершилась распадом ссср в 91 году то почему сейчас они как бы не вести администрации сша вновь эту политику снижения и удержания нефтяных цен на том же уровне вплоть до распада российской федерации мой вывод который собственно ради чего мы все это анализируем поскольку ссср распался после удержания нефтяных цен на уровне 20 долларов за баррель более 6 месяцев можно предположить что руководство сша уже назначила виновного за боинг сбиты 17 июля 2014 года и вновь уже начала применять ту же стратегию нефтяной войны таким образом на основе метода фундаментального анализа можно сформировать долгосрочный торговый план продажа фьючерсов на нефть марки бренд до уровня 20 долларов за баррель именно поэтому я сегодня это и сделаю я в 12 часов на платформе орбекс куплю нефть и буду держать ее с приличным стопом и буду держать ее до 31 августа посмотрим чем дело закончится вот проверим может может это и будет правдой во всяком случае это еще раз говорю я изложил американскую логику и на мой взгляд ее стоит проверить деньгами более того я посмотрел на месячный график глазами александра пурнова который намного рассказывал привить про висей и посмотрите что 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 выясняется выясняется что и демонстрация рабочего стола у нас упала до все сейчас будем поправлять если вы откроете график цены на нефть вы увидите слушайте правда 1 августа упало все вот еще удивительно конечно значит как это объяснить чем объяснить павел давыдов на свои родные купите на которые хлебушек покупаете дофиг вам что же дурак что ли на свои родные покупать куплю на те которые на счете да собрался купить нефть но ребята чё вы как бы я еще раз говорю у нас демонстрационные цели я увидел хочу проверить в чем вопрос я же даже не призываю никого покупать нефть продавать нефть срочно у нас не тот портал у нас портал анализируем и объясняем что делаем я публично буду проверять это счет и будем каждый день эту позицию спекулировать тоже будет туда-сюда не на нефти обязательно обязательно сейчас это будет вообще золотое дно но одну позу откроем и держим до 31 августа каждый день смотрим на нее она убавляется или прибавляется вот такая визуализация лучше всего лучше всего вот так вот посмотрите все откроете месячный график мы его потом внимательно изучим мы видим что в прошлом году 7 месяцев до января падала нефть потом рост в феврале снижение в марте рост в апреле и снижение май и июнь июль то есть можно предположить что за мы заходим на второй семимесячный период снижения цены на нефть и причем июльское снижение если вы посмотрите произошло на существенном раза в два с половиной больше чем объемах больше чем предыдущий месяц то есть июль прямо резкий такой рост объемов и резкое такое же резкое снижение вот а чему учит александр бурнов что если объем если резкое снижение на резком увеличении объема это значит что покупатель ослабел поэтому логика и с точки зрения висей тоже абсолютно присутствует далее коллеги поэтому первая торговая идея для меня наверное главная торговая идея августа продажи нефтяных фьючерсов до уровня 20 долларов за баррель далее цб это звал лицензию двух московских банков и не банковской организации до лет банк банк расчетов и сбережений вот второй и достаточно известен был вот я с ним как-то сталкивался лет пять наверно назад не помню уж по каким делам по банковским делам да но он так ничего рабочий был банк ну жалко его до лет банк ничего не знаю они небольшие оба были конечно но все равно двумя банков и меньше мне это не нравится следующая новость коллеги больше половины россиян поддержали бы отключение правительством интернета следует и запросов в целом то что в целом проводит опрос поддержит население отключение правительством интернета или нет говорит о том что такой вариант прорабатывается и это не шутки потому что для нас с вами это потеря бизнеса отключили интернет закончился трейдинг потому что отключили и наши терминалы и биржу и даже те кто на зарубежных площадках торгует по телефону много не на торгуешь это понятно вот человек пишет андрей с пишет ну и бред вы в целом это скажите идиотские такие вопросы задают ну вот явно так сказать заброс идет нежелательно чтобы это в жизни применилось нежелательно чувство как говорят индейцы чувство тревоги поселилась в моем сердце ну еще одна катастрофа недели песков женился на навки а что же за катастрофа скажите вы серьезный мужчина женился на красивые женщины это да это нормально это нормально вопрос в другом госпожа навка в двух словах украинская родилась в Днепропетровске простая украинская девушка в очень молодом возрасте ее заметили американские тренеры она переехала в сша жила там лет 15 ну до начала 2000 на моей памяти в нью-джерси вот и вопрос заключается в том госпожа навка какое гражданство у вас по рождению и по жительству у вас может быть два гражданства украинская или американская после приезда в россию вам могут дать гражданство перед свадьбой с песковым конечно я уж надеюсь на это паспорт и куда печать ставить вопрос в другом а она сдала ли американское или украинское гражданство я не знаю какое есть но какое то есть она же в россию с каким-то паспортом приехала а в россии она никогда жила у нее российское гражданство не было она жила в днепропетровске а потом в сша вот если она не могла в начале двухтысячных приехать там с российским паспортом так вот главный вопрос она те то паспорта сдала или нет а почему главный вопрос потому что господин песков носитель государственных тайн ну пресс-секретарь президента российской федерации уж всех тайн уж всех тайн носитель так вот я советую госпожа навки если у нее такое большое чувство сдать гражданство других стран почему потому что не дай бог заваруха на украине пойдет это будет александра федоров если кто помнит она была это жена николая второго императора она была немкой и вот как началась война всю войну ее пылесосили за то что она американная немецкая шпион всю войну но я сомневаюсь вообще что она была чьей-то шпионкой забитая женщина а всех запугали уже и царицу и царя и все какие там вот самого царя поливали там сколько он был двоюродным братом по-моему Вильгельма и там получилось как когда Вильгельм напал он жене за завтраком сказал Вилли напал на нас двоюродный брат понятно поэтому попала в газеты и всю войну у тебя Вилли а у нас миллион человек положили коммунисты там большевики его поливали как не знаю что поэтому второе гражданство это очень опасно это повлияет на все поэтому госпожа Навка подумайте об этом не сегодня-завтра не сегодня-завтра это выплывет это не только я знаю что вы жили 15 лет в Нью-Джерси вот другие люди наверное тоже в курсе поэтому надо надо что-то думать и надо объявить об этом чтобы не было слухов что нельзя допускать слухи вышло я вышла замуж на гражданина России я гражданка России теперь все не знаю никакие другие страны точка этим будет вопрос закрыт иначе он будет биться просто постоянно все коллеги такие новости у нас сегодня все кошмары даже демонстрации рабочего стола да что же это такое что же за август месяц такой и это только третье число давайте спросим у монеты опционер пишет нафка от гражданства США никогда не откажется ну вы откуда знаете опционер ну подождите любовь это серьезное чувство мало ли вот у монеты две стороны buy и sell и сегодня коллеги я спрошу у монеты про нефть и весь август буду спрашивать про нефть потому что ключевое сейчас понятие нефтяная политика наших злейших друзей вот вы поняли да про кого я говорю нефть марки бренд покупать или продавать спрашиваем ловим а вы загадали в то себе другой инструмент потому что монета и вам может подсказать и так sell подсказывает монета я и так бы все равно sell делал ну вот еще монета меня подбодрила а давайте спросим у других наших специалистов может меня сейчас ее так сказать вот заклеймят и скажут надо покупать нефть на все причем на всю котлету вот я хочу услышать Юрия Чеботарева что он думает на эту тему а потом Андрея Волгограда обязательно тема серьезная ты доброе утро доброе утро доброе утро вообще вы очень интересный рассказ сегодня сделали все так прям в точку как говорится вот вообще я кстати не знал про Чуркина это вообще очень интересное совпадение таки совпадения бывают очень редко Ну и они, в общем-то, тут уже много становится понятно. А вот эта вот идея о том, что, понимаете, по поводу друзей там, хороших и плохих, я думаю, что современная цивилизация уже ушла от этого. Вот многие говорят, что англосаксы, у них друзей нет, у них есть интересы. Но это не совсем правильно. Дело в том, что китайцы точно так же поступают. У них нет друзей, у них есть только интересы. А мы почему-то вот со своим менталитетом до сих пор ходим с этими идеями, что вот у нас есть друзья какие-то. Да никаких друзей у нас нет, господи. Вот это же, понимаете, я не помню, кто Александр Второй говорил, что в России только есть два друга, да, там армия и флот. А сейчас говорят, что в России есть только два друга нефть и газ, да. Но это все не так. У всех стран, у цивилизованных, у них есть только интересы. А все остальное – это уже потом. А то, что существуют административные методы давления на цены на нефть, это да, это известно. И я как-то уже говорил, и мы даже с вами обсуждали этот вопрос. Вот в феврале месяце было очень четко заметно, что финансовый регулятор, а это Министерство финансов Соединенных Штатов, они подняли залоги по фьючерсным контрактам на нефть. И цены тут же побежали вниз. Вот и сейчас будет то же самое делаться. Вот, и цены пойдут вниз. И я не удивлюсь, если мы увидим не 20 долларов, как вы вчера или позавчера, это мы обсуждали на Smart Lab, да, а и 10 долларов увидим. Хи-хи, проблемы. И при этом сланцевую нефть в Соединенных Штатах будут добывать, потому что, я уже как-то говорил, сланцевую нефть добывать очень легко. Во-первых, там запасы легко просчитать. Вот. И перед тем, как начать ее добывать, можно все захеджировать. И рентабельность вашего производства вы всегда соблюдете. Даже при 10 долларов за баррель. Вот. Вы ее захеджируете сейчас, и все, и нет проблем. Вот. Поэтому это все просчитывается, понимаете. Это в России вот очень плохо с этим делом поставлено, кроме компании «Лукойл». Я хочу сказать, что у компании «Лукойл» есть собственная компания, называется она «Лукойл Инвестмент». Она зарегистрирована в Лондоне, они занимаются хеджированием добычи нефти, поскольку они все нефть-то за рубеж поставляют, им же надо хеджировать все. А так вот основные поставщики нефти и добытчики в России, они не хеджируют ничего. Они так надеются, что будет высокая, дорогая нефть и все. Так что проблемы у нас, в общем, появятся в ближайшее время. Юрий, у меня к вам конкретный вопрос. Что в августе, как на нефть смотрите? Будет боковик расти, снижаться? Я думаю, что она будет снижаться. Если будет принято решение, а я думаю, что его уже приняли, это решение постепенно увеличивать размер залога на фьючерсные контракты, то цена пойдет вниз. Пойдет вниз и потихонечку так ее додавят туда. Тем более, обратите внимание, я вот в своем обзоре одну мысль интересную вызвала. Дело в том, что сейчас существует точка зрения, что иранская нефть может вообще не появиться в ближайшее время на мировом рынке. Потому что там вот еще в чем дело идет. Дело в том, что после того, как было подписано соглашение «шестерки», Ирану было выставлено требование, что все запасы нефти, которые у них есть, они будут по принципу раздела идти, как СРВ, по-моему, договор СРВ заключать. То есть все западные компании будут поставлять на условиях раздела продукции. А Иран там начинает что-то свои требования выставлять. Ему сказали, либо на условиях раздела, либо вообще до свидания ничего не будет. И потом еще вот эта возня вокруг утверждения этого договора в Конгрессе и в Сенате, ой, там еще это будет год рассматриваться. В общем, я боюсь, что с иранской нефтью про нее нужно забыть. Ну и тем не менее, тем не менее, да. Да нет, ее задают все равно, понимаете. Как сказать, видите, когда в 84-м году там сбили этот Боинг американский, корейский Боинг сбили, то там же тоже, в общем-то, искусственно давили эту цену. Вот, американцы. В общем, понимаете, это очень сильный рычаг. А тот факт, что за время, с 2000 года, да, будем говорить так, с 2000 года, нам не удалось создать эффективной экономики с нынешним руководством. Ну, это вот и есть, так сказать, удавка, с помощью которой будут давить. А вообще, вы, если все внимательно посмотрите, вот, рост цен на нефть, который произошел, и благодаря которому мы накопили этот самый, ну, национальный фонд. Вот. Это же произошло благодаря кому? Джорджу Бушу-младшему. Вот. Вы посмотрите на график цен. Когда начался резкий рост цен на нефть? Когда американцы вошли в Ирак? Вот с этого момента, это было, когда, в 2003, в марте 2003 года, резко пошли цены в рост. Вот вы поставьте памятник Бушу на Красной площади. То есть, благодаря нему, благодаря его действиям, мы получили такие деньги. Нет, памятник ставить не будем. Нет, ну, понятно. Это я же, я шучу. Это же шутка, шутка, понимаете. Но, благодаря ему, мы получили эти цены. Эти как штуки. Я понял. Ясненько, Юрий, понял вас. Спасибо большое. Удачи сегодня. Спасибо. Вот. Хорошо. Ага. Коллеги, с нами был Юрий Чеботарев, трейдер, управляющий активами из Москвы. И хорошо, что он сказал, что про Джорджа Буша это шутка. Иначе бы его на Смарклабе опять бы начали критиковать. Ну, что, коллеги, если идея по плановом снижении и организованном снижении цены на нефть американской стороной реализуется, то, конечно, это будет иметь негативные последствия для российского рынка. Надеемся, все-таки, что, ну, если Иран, тем более, не сработает, так сказать, не выстрелить со своей нефтью, надеемся, все-таки это будет, ну, скажем так, умеренно как-то. Умеренно. Все-таки надеемся, что август 2015 года не станет самым кошмарным за последние 15 лет. Во всяком случае, не хотелось бы, потому что там, неважно, что было в каком году. Главное, что вот сейчас, 15-й год, август, мы здесь, и хотелось бы, чтобы все было более-менее. Но в любом случае, внимание на рынке в этом месяце особое. Коллеги, открываются рынки. Всем удачи!